Привет, ребята! Ну что, вы уже догадались, что лучшие доклады мы оставили под вечер, поэтому я буду начинать со своего доклада. У меня не будет ни одной строчки кода. Доклад про то, что нам всем нужно. Я вот утверждаю, что нам всем очень нужны крутые разработчики. И, собственно, мы сами не исключение, нам они тоже очень нужны. Буду говорить на самом деле вот о таких вещах. Доклад он и для тех, у кого есть какая-то уже своя команда, и вы хотите расти и делать более серьезные проекты, и в то же время для тех, кто пока что только хочет присоединиться к существующей большой команде и не знает, как это сделать. Я надеюсь, что поможет и тем, и другим. Крутые разработчики – это по-настоящему очень важно. И именно когда мы говорим про разработчиков, это действительно становится максимально важно, потому что если у вас есть, например, землекоп, и он закапывается, то его очень просто масштабировать. Ну вы можете, например, нанять полтора землекопа и ускориться в полтора раза. Или вы можете нанять 10 землекопов. Или вообще можно взять экскаватор и все выкопать. С разработчиками так не получается. Если у вас внезапно большой сложный проект, и вы взяли и наняли полтора разработчика или там 100 тысяч разработчиков, но не очень опытных, то вы рискуете, что окажется какая-то вот такая ситуация, и будет очень грустно. Поэтому с этим хочется что-то сделать. Давайте разбираться, что. Сегодня, в принципе, уже, кажется, эта фраза не является чем-то новым. Я даже не говорю сейчас про вот этот хэштег. А я про то, что бородатые гики, они становятся героями фильмов, сериалов и так далее. И это нам вроде бы намекает на то, что где-то эти крутые разработчики есть. Ну как минимум, вот есть же там Супермен, Халк и крутые разработчики, раз их кино показывают, где-то должны быть. Это вроде хорошая новость. Раз они есть, значит, мы их можем как-то найти, пригласить к себе, и у нас что-то получится. Но тут есть проблема. Помимо разработчиков, есть еще крутые компании. В них есть печеньки, соцпакет. Они приглашают своих разработчиков, например, на всякие мероприятия. И, в принципе, они очень серьезно относятся к разработчикам. Они вот ходят такие и говорят девелоперс, 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 ну и так далее. Я не могу так истерично, но я надеюсь, вы видели этот ролик. И что? И что вот с этим делать-то? Какие варианты? Как нам пободаться-то с Майкрософтом и прочими гигантами? Ну, можно попробовать, наверное, переманивать. Это первое, что приходит в голову. И чем переманивать? Ну, деньгами, наверное. И вот не факт, что получится, потому что если вам даже удалось, вы предложили чуть-чуть больше, и человек согласился, то есть риск, что кто-то предложит ему еще больше, он идет от вас. Ну, или вы ему уже платите так много, что ему еще больше просто некуда деть, и он такой, ну нет, вроде скучно. Вы говорите, а тогда у меня есть крутые задачи. А он такой, у меня так крутые задачи. Ну и вот, и что? И, в общем, оказывается, всех крутых уже разобрали. Поэтому, столкнувшись с этой проблемой, мы поняли, что нужно что-то делать. Надо как-то выкручиваться, рарщивать самим. И уже много лет мы, собственно, как-то с этим справляемся. И за это время нам наконец-то удалось, вот я наконец-то поделюсь с вами этим рецептом, ответом на очень важный вопрос, вот на этот. Может, вы тоже знаете, просто мы к этому шли долго. Знаете, как? Ну, кто-нибудь? Никто? Ну, да. Поэтому давайте больше, чем за 21 день. Вот сегодня субботник. Это в том числе наш какой-то такой скромный вклад в то, чтобы сообщество в целом росло, становилось круче. Помимо субботника мы когда-то давным-давно, кажется, началось все это с Симферополя, и тоже вот этот вот человек в оранжевой слайш-желтой футболке участвовал в этом деле. Мы придумали школу верстки, куда позвали всех ребят и начали им рассказывать. Знакомьтесь, вот это браузер, там можно писать HTML, стили, и смотрите-ка, опа, фокус работает. Потом это все выросло в больший формат. У нас появилась Шри, школа разработки интерфейсов. И на сегодняшний день, вот с какого-то там 12 года, у нас, кажется, уже было 12 выпусков. А дальше все это еще разрослось. У нас появился проект под названием «Мобилизация», и он уже включает в себя, помимо разработки интерфейсов, разработку для мобильных платформ, школу менеджеров и так далее. То есть ребята приходят и начинают делать какой-то проект реальный, живой. На выходе вот они прямо обладают опытом полной честной разработки. Ну то есть я понимаю, наверное, что этот опыт скорее наш. Как вот Серега успел сказать, что мы здесь делимся нашим опытом, слэш-хвастаемся, но в принципе, мне кажется, что все это вы вполне можете как-то перенять и использовать у себя. Что еще можно делать? Можно приходить в университеты, и может показаться, что там какая-то бюрократия и все сложно, но на самом деле нет. У нас есть опыт сотрудничества с разными университетами в разных городах. Мы туда делаем спецкурсы, и ребята прямо по-честному, студенты, сдают те вещи, которые мы им рассказываем, как полноценные курсы, они попадают им потом в дипломы. Все по-взрослому, по-серьезному. Мы проводим летние стажировки для тех, кто вместо того, чтобы нежиться летом на пляжике, готов, наоборот, засучив рукава, пойти и по-серьезному работать в команде, решать прямо настоящие серьезные задачи. И это тоже кажется, что всем должно быть достаточно простым способом привлечь новых ребят. Студенты еще пока не разбалованы огромными зарплатами, все еще с горящими глазами, все еще готовы браться за что-то новое, сложное, неизведанное. Попробуйте пригласить, и возможно вам это тоже понравится. Достаточно легко собрать локальный митап и поделиться там своим опытом. Мы буквально вчера устраивали примерно такое мероприятие, а вот тут есть фотка какого-то из первых бэмапов, которые мы устраивали, это вот митап по бэм. Мы пригласили ребят, которым интересно, они пришли и вроде все получилось. Наверняка вы тоже делаете что-то интересное и тоже можете об этом рассказать кому-то еще. Попробуйте. Если вдруг все эти оффлайновые мероприятия кажутся слишком каким-то большим, то можно устраивать что-то онлайн. Провести вебинары весьма несложно. Вы приходите на YouTube, запускаете трансляцию и делитесь своим опытом. И опять же найдутся люди, которым это будет полезно и которые, возможно, в будущем придут к вам. У нас есть достаточно много и такого формата, и есть какой-то уже накопленный багаж того, что прошло. То есть на самом деле вы можете даже просто подобрать какие-то материалы, которые потенциально полезны для ваших будущих сотрудников и дать им это изучить. Еще одно онлайн, еще один онлайн способ это open source. На самом деле он не такой простой, как кажется. Недостаточно взять и выложить свои разработки на GitHub. Это такой тоже большой отдельный мир, в котором много всего. Мы этим тоже давно развлекаемся. На самом деле хватает сложностей. Но тем не менее, если у вас есть что-то, что вы с успехом используете в работе, поделитесь с миром. Наверняка кто-то придет, поправит вам баг, а потом, возможно, придет к вам улучшать это уже на постоянной основе. Кажется, что вполне хороший способ. Вот здесь по ссылке более-менее собрано все то, что я перечислил, архивы за прошедшие годы. Если интересно, посмотрите, воспользуйтесь. Ну, а мы пойдем дальше. Вот мы, значит, старались, проводили, проводили, и наконец-то вырастили разработчиков, ну, как нам кажется. И что же нам делать дальше-то? Вроде очевидно, нужно теперь нанимать наконец-то. Но на самом деле все еще все не так просто. Нам нужно как-то понять, что это действительно достойный человек, мы действительно хотим его видеть в своей команде. И что мы здесь можем сделать? Я думаю, что достаточно многие ребята пользуются вот таким простым шагом. Это программа рекомендаций. То есть вы наверняка уже общаетесь со специалистами вашей области, и у них есть знакомые. И значит, они могут порекомендовать своих друзей, в которых они были менее уверены, и все должно быть плюс-минус хорошо. Следующим шагом вы наверняка захотите посмотреть на резюме этого человека и понять, что его интересы как-то совпадают с вашими. Тут тоже все очевидно, понятно. Какие-то ключевые слова, если совпадают, в целом можно дальше разговаривать. Но уже на этом этапе возможны всякие проблемы. В частности, представьте себе ситуацию. Вам повалил поток резюме, а HR ушел в отпуск. Ну или еще что-нибудь такое странное произошло, и в итоге человеческий фактор и вот эти крутые разработчики, которых вы еще и возможно долго-долго растили, они вдруг просто потерялись из-за человеческого фактора. Это печально, и в этом месте можно автоматизировать процесс. Мы у себя запустили инструмент внутренний под названием FEMIDA, который начинает накапливать весь вот этот процесс общения с потенциальным кандидатом на должность с самого начала и до момента, когда человек прямо выходит на работу. То есть любая переписка, любое общение с ним накапливается, резюме его подшивается. Если он, допустим, в какой-то момент не прошел, но позже снова решил зааплавиться, мы сможем посмотреть все накопившееся. Если вдруг кто-то ушел в отпуск из людей, которые ввели этого кандидата, мы по-прежнему можем передать его, и будет видно все договоренности. Окей, человек все-таки прошел, мы посмотрели, что он нас устраивает. Дальше нужно как-то убедиться, что написанное в резюме правда. На этом этапе еще не хочется потратить слишком много времени, ни времени нашего, ни времени, собственно, кандидата. Поэтому здесь можно устроить быстрое скайп-собеседование, убедиться, что мы друг к другу в целом подходим, что человек все написанные в резюме слова написал по-честному. И если все так, то дальше должно быть серьезное собеседование. И вот тут наш опыт, он может показаться противоречивым, но я постараюсь объяснить, почему мы считаем, что он хороший. У нас проходят четыре независимые секции. Независимые в том смысле, что четыре совершенно разных интервьюера будут общаться с человеком, при этом каждый из них, поговорив, должен сформулировать свое решение и записать его в ту самую эфемиду. Но при этом остальные интервьюеры не будут видеть результатов предыдущего собеседования, пока все четыре не сойдутся. Только потом карты вскрываются и становится понятно, кто что думает о кандидате, чтобы действительно принимать решение полностью без каких-то заранее сложившихся ожиданий. И обязательно среди этих секций будет как минимум одна секция с написанием кода, причем вот так. Сейчас все такие, ну, конечно. Секция длится ровно один час, и за это время кандидат успевает решить две-три задачи. То есть задачи на самом деле относительно несложные, относительно отвязанные от каких-то таких академических знаний языка, они направлены на то, чтобы понять, что человек действительно в состоянии получить на вход сформулированную задачу на русском языке, а на выход получить решение на JavaScript. И у вас наверняка возникают всякие аргументы, почему так делать не нужно с людьми, почему это вообще противоестественно. И я должен признаться, что когда у нас вводилась вот эта вся схема, мне тоже казалось это несколько противоестественным. Ну, потому что задачи какие-то простые, вот нужно за час успеть решить три, а в реальности мы обычно решаем какие-то большие сложные задачи, которые делаются неделями. И как я пойму, что кандидат потом сможет решать эти сложные задачи, если вот я ему даю такую простую. У кандидата, естественно, на работе будет удобная IDE, будет справочник, будут там коллеги, которые могут подсказать, а тут он должен сам из головы на доске маркером без подсветки, без код комплишена решать, блин, задачи. Вообще непонятно, как это возможно. Ну и тем более я не первый раз собеседую, я в принципе знаю, как собеседовать, и тут мне говорят, вот те задачи, задавай их кандидату и записывай, что он делает. Ну, непонятно. Но на самом деле через какое-то время я понял, что идея годная и работает. Такой подход, он в действительности, как это неудивительно, позволяет проследить, как человек думает. То есть вот вы ему даете эту простую задачу и просите рассказать, как он будет к ней подходить. И вот этот процесс, он достаточно показательный. Глядя на то, как человек пробирается к решению, вот на этих простых вещах, в принципе вы действительно понимаете, как он будет и дальше работать, работу на работе. Человек вынужден формулировать свое решение. Это тоже важный момент, потому что в реальности в командах люди не садятся за ноутбук, такие с утра сели, пишут, пишут, пишут код и вечером ушли домой. Они постоянно коммуницируют с другими участниками процесса. И вот это общение, оно зачастую, занимает больше времени и важнее, чем собственно записать код. Поэтому этот навык тоже важно проверить. И здесь у нас это получается. Потому что потом этому кандидату стоять у такой же доски и рассказывать коллегам, почему придумана им архитектура лучше, чем то, что было раньше. И он должен мочих убедить. Кроме того, очевидно, что если человек пишет от руки без того самого код комплишена, без подсветки и без справочника, он будет ошибаться. И это нормально, и это не будет минусом. Но потом мы попросим его поискать ошибки в этом коде. И вот мы посмотрим, как он их ищет. Потому что, опять же, в реальности мы тратим гораздо меньше времени на то, чтобы, собственно, нажимать буквы по сравнению с тем, как мы ищем баг. Что-то не работает почему-то. И вот на поиске вот этого мы тратим большую часть времени при разработке. И здесь мы уже можем, опять же, какое-то получить представление о том, как человек будет это делать. Еще одна история – это то, что когда каждый интервьюер без заранее известной схемы интервьюирует как хочет, то потом не очень понятно, что делать с кандидатом, который вроде бы, ну, норм, но при этом в команду, из которой был интервьюер, он по какой-то причине не прошел. Но есть еще много других команд, которым потенциально он мог бы быть интересен. И если у нас нету какого-то общего подхода к проведению собеседований, то получается, каждая команда будет вынуждена интервьюировать его снова и снова. Если есть какой-то общий, одинаковый подход, то нанимающие менеджеры из каждой команды в принципе глядя на результаты собеседования могут понимать уровень человека и принимать решение о том, что его можно позвать, не запуская вот эти новые собеседования. Окей. Надеюсь, что я вас более-менее убедил. Если не убедил, надеюсь, что у вас нету помидоров с собой. Подготовка к такому виду интервью. То есть это уже для тех ребят, которые сами хотят куда-то устроиться, а не нанять. Ну, либо вы хотите нанять и как-то помочь своим будущим кандидатам, тогда, возможно, это тоже вам как-то пригодится. Во-первых, есть достаточно достаточное количество литературы на эту тему. Есть вот такие, как минимум, две книги, есть еще. Они действительно разбирают задачи, очень похожие на то, что происходит на таких вот подобных интервью с вайтбордом. Кажется, что должно помочь. Помимо этого, можно практиковаться и нужно практиковаться. И есть несколько онлайн ресурсов, уже имеющих наборы таких задач, уже заранее с написанными тестами. То есть вы можете прийти, попробовать, посмотреть, как у вас это получается, повторить процесс, и так, пока не начнет получаться лучше. Вот такие два, например, я готов порекомендовать. Пробуйте. Ну и, как это ни странно, вы можете тренироваться на листке бумаги ручкой, вот без той самой подсветки, без код комплишена, ставить там руками точку с запятой, представляете? Но оно помогает. Что можно сделать до того, как вы попали на такое интервью? Ну, например, купите доску и пробуйте решать задачи маркером. Удивительное ощущение поначалу. Проговаривайте то, что делаете вслух. Очень часто приходит кандидат, знакомишься с ним, рассказываешь задачу, говоришь, пожалуйста, проговаривай, как ты решаешь, как ты идешь к решению. Он говорит, да, хорошо, замолкает, начинает что-то писать. Он что-то написал, говоришь, расскажи, как, что. Он такой, ну, в общем, это на самом деле, казалось бы, да, уже человек написал, он даже работает, но почему-то объяснить не всегда умеет. Потренируйтесь. Посмотрите, как другие это делают. На YouTube внезапно есть примеры прохождения таких интервью, и их там хватает, можно смотреть, пробовать, и это тоже, я думаю, должно помочь. Ну, или попросите кого-то, с кем это уже делали, пускай он это сделает с вами. Вдруг вам понравится. А еще не переживайте, если интервьюер знает меньше вас. Вот вы приходите, он вам дает задачу, вы ее решили, он говорит, неправильно, работать не будет. А вы убеждены, что правильно, и, конечно, будет. Попробуйте отстоять свою точку зрения. Он вполне может тоже ошибаться. Легко. Ну и вообще, на мой взгляд, очень важный пункт. Вы спитесь накануне. Помогает. Окей, вы подготовились, подали резюме, вас позвали, пригласили, и вот вы уже, собственно, проходите интервью. Что делать здесь? Начните с того, чтобы уточнить задачу. Случается, что рассказывая, что нужно делать, человек начинает решать, и там спустя 15 минут понимаешь, что вообще-то он решает не то, что ожидалось. Он что-то свое понял, и теперь решает свою задачу, а не мою. Хорошо сэкономить это время, у него будет всего час на то, чтобы порешать мои задачи. Хорошо, чтобы он делал именно то, что нужно. Поэтому начать нужно с того, чтобы еще раз своими словами переформулировать. Проговаривайте ход мыслей. Если вы вдруг пошли не туда, вас успеют остановить и поправить до того, как будет слишком поздно. Но опять же, это интервью делается для того, чтобы интервьюер понял, как вы мыслите. Поэтому это достаточно важный сигнал. Старайтесь его предоставить. Не стесняйтесь задавать наводящие вопросы, если запутались. Скорее всего, что вам подскажут. Это не будет каким-то серьезным минусом. Ну и еще из таких очень практических моментов. Оставляйте место на доске. Command C, Command D не работает. Оно вам, блин, пригодится точно потом. Экономит время очень сильно. Окей, у вас все получилось. Вы последовали всем советам, прошли собеседование. Или у вас все получилось, кандидат последовал советам, и наконец-то вы готовы его брать, наняли. И что дальше-то? Ну дальше вроде бы все круто, можно радоваться. Если у вас в руководстве несколько человек, то вы можете вот так радоваться. И, казалось бы, на этом доклад должен закончиться, ну потому что наконец-то все случилось. Но нет. Дело в том, что человек, как бы он крут ни был на входе, он попадет на какой-то проект и будет его делать много дней подряд, один и тот же. Ему там станет все знакомо, рутинно, он будет с ним справляться легко, не задумываясь. Но как ему оставаться таким же крутым, как ему продолжать расти? Есть достаточно много совершенно очевидных вещей, тем не менее я хочу про них про все поговорить. Ну, во-первых, практикуйте код-ревью. Это очень помогает и кодовой базе, и, собственно, передача знаний между людьми. Вообще, хорошее код-ревью это не так просто, как могло бы показаться. Всякое бывает. Люди иногда могут поссориться в процессе. Но в целом я уверен, что это полезно. Еще одна история, которую мы очень любим, это парное программирование. Особенно это здорово для только-только начинающих новичков. Тут важно не увлекаться, чтобы парное программирование не превратилось во что-то такое. Все должно быть более-менее... все должно быть более-менее как-то вот так. Ну, или в идеале вообще вот так. вот. Собственно, окей. Читаем чужой код, проверяем его, программируем с младшими товарищами, помогаем им. Что еще можно сделать? Ну, вот можно сделать что-то типа нашего сегодняшнего субботника, но посвященного именно тому, что происходит у вас в компании и что интересно именно вашим сотрудникам. У нас есть мероприятие под названием «Пятница». Ну, субботник, понятно, что он происходит по субботам, вот как сейчас, а пятница, она происходит по пятницам. И там мы можем поговорить на какие-то рабочие внутренние темы и поделиться внутренним опытом. Мы проводим это мероприятие раз в три месяца. Вы можете для себя подтюнить этот интервал и проводить так часто, как у вас накапливается достаточное количество новых знаний. Хоть раз в неделю, хоть раз в полгода. Смотрите, как вам удобнее. Опять же, пятница когда-то начиналась только с разговоров про интерфейсы и снова там был замешан вот этот человек. Потом формат понравился, его подхватили и дизайнеры, и тестировщики, и безопасники. И в какой-то момент у нас даже одновременно прошло две пятницы в один день на разные темы. получилось вот такое мероприятие. Помимо этого, когда вы вырастаете в действительно очень большую компанию, так или иначе, оказывается, что в разных отделах люди внезапно решают похожие задачи, сталкиваются с похожими проблемами, и не исключено, что вот прямо сейчас вот здесь ищут решение, которое только что нашли вот там. И чтобы сэкономить вот на вот этих моментах, у нас есть такая виртуальная сущность, как гильдия разработчиков интерфейсов. Она состоит из руководителей разных команд, которые периодически встречаются, обсуждают проблемы, делятся какими-то достижениями, и потом, соответственно, могут привносить где-то в свои команды. Так, субботник был, пятница была, а что если у вас по-настоящему большая компания и даже вот на всю компанию какие-то темы кажутся слишком узкими? У нас так действительно происходит, и у нас есть кровавый четверг, который является мероприятием уже локально только поисковых разработчиков интерфейсов, которые делятся новыми достижениями именно в рамках отдела. Остались еще дни недели, поэтому у нас есть видеосреда. Это вообще отличный формат, очень дешевый и очень клевый при этом. Он практически не требует подготовки, то есть вы тратите какой-нибудь час на то, чтобы посмотреть, поискать, какие проходили недавно конференции, набрать из них видео, потом в каком-то общем чате, кислаки, проголосовать, за лучший, собраться всем вместе, посмотреть и потом возможно обсудить. При этом вы получаете примерно все то же самое, что получили бы от поездки на какую-то крутую европейскую конференцию за кучу денег, но локально у себя в офисе за ноль денег, максимум там чай заварили и отлично провели время. Очень рекомендую, это совершенно просто. Окей, у нас остался понедельник и вторник, в это время, кажется, вроде больше ничего не происходит, но по крайней мере я об этом ничего не знаю. Тем не менее, есть еще несколько вещей, которые я бы порекомендовал. Опять же, актуально для больших каких-то компаний, когда делаются разные проекты. Чтобы разработчики могли делиться накопленным опытом с другими командами и сами не засиживаться в рамках какого-то проекта, у нас периодически происходит ротация, то есть разработчик переходит в другую команду и наносит непоправимую пользу уже там, делится своим опытом, а в его команду соответственно переходит кто-то оттуда. Таким образом знания перетекают и постоянно приходится учить что-то новое, не позволяет засиживаться. При этом, чтобы этот переход не был болезненным, у нас параллельно существуют две структуры. У нас есть так называемые команды по стаффу, то есть это такие отлитые в граните относительно, конечно, команды, когда один и тот же руководитель остается у ребят долгое время и параллельно с этим существуют витимы, виртуальные команды, которые собираются под проект. И вот именно в рамках этих витимов происходит ротация. То есть руководитель не меняется, он может знать о том, как растет человек, какие у него там проблемы на протяжении многих лет. А именно проектная работа, она будет меняться. Ну и чтобы убедиться, что все идет куда нужно, время от времени мы устраиваем перформанс ревью, определяемся с тем, что да, все хорошо или нет, нужно что-то там подправить, что-то где-то улучшить. Собственно, более-менее на этом у меня все. Могу вам пожелать растите, нанимайте крутых вам разработчиков и спасибо большое. Надеюсь, время на вопросы осталось. Сейчас я вижу руки, можно вопросы в микрофон и вставать. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Владимир. У меня два вопроса, быстрый и длинный. Первый вопрос. Палец, 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 а это? Не палец. Спасибо. И второй вопрос. Вот я невольно там как бы связан чем-то может там с вашим развитием творчества, следил, как вы там развивались и ну росли, может там вставали на ноги, да, на обе. Вот вы сейчас рассказали про некоторые методы, которые там вы применяете в поиске новых сотрудников, да? Вы сами вот такой стоите сейчас светлый перед нами, довольно умный, развитый человек, который прошел очень большой путь в компании, да, там вот стал каким-то великим деятелем, вы уже ответите мой вопрос, да? Вы вот сами как бы считаете, вы бы вот по всей этой программе прошли бы, устроились бы в Яндекс работать, вы бы попали вот если бы все это сделали с вами, то есть маркером, грубо говоря, на доске в свое время? В то свое, когда я устраивался, сто процентов нет, у меня и близко не было текущих знаний. Сейчас кажется, что ровно потому, что я провел таких интервью огромную кучу, возможно, мне бы повезло, и я бы случайно прошел. Ну, то есть требования драматически устрожились с момента, когда… Не рисковали бы потерять такого же прекрасного, допустим, деятеля? Ну, такого же, как я в начале, нужно было бы сразу потерять и вообще с ним не здороваться. И еще, как вы определяете, что этот метод, он стал более… что он приносит больше пользы, что КПД выросло в этом случае, когда вы на него перешли. То есть вы там делаете обетестирование интерфейсов, и на основании них вы понимаете, что там, ну, как анализы какого-то цифр каких-то, вы точно понимаете, куда какую кнопку передвинуть, у вас цифры есть. А тут вот целый такой огромный список методов там озвучили, и как ваше руководство поняло, что да, это круто, оно работает, там цифры увеличились или что-то вроде того произошло. Как мы нанимали, 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 а потом увольняли и увольняли. А теперь мы нанимаем, 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 нанимаем. В общем, ребята, которые проходят вот этот раз, они объективно потом могут больше. Меньше увольнять стали. Ну, в том числе. И все, только это. Еще они стали делать задачи круче, быстрее, сильнее, выше. Ну, все, ладно, спасибо. Спасибо. Сейчас там. Привет. Что случилось с таким важным пунктом, если человек не прошел собеседование, как ему потом дальше расти? Он не знает, в чем его проблема? С коммуникацией или может быть он код там медленно пишет? Вообще мы стараемся давать фидбэк человеку и мы никогда не говорим все, ты не прошел и у тебя нет шансов. Мы обязательно пригласим этого человека еще раз, например, через год, когда он поправит недостающие какие-то вещи. А год ему что делать? Ну, собственно, по фидбэку, в зависимости от того, чего ему не хватало, мы постараемся ему посоветовать, куда направить усилия, что подтянули. Скажи, пожалуйста, должен ли фронтенд-разработчик, ну, крутой фронтенд-разработчик знать алгоритмы и структуры данных? Твое мнение. Тут были недавно HTML-шорты с отличным ответом на этот вопрос. Дело в том, что даже если вы их не знаете, вы их используете. Если вы их знаете, то вы круче, чем те, кто не знают. Так что короткий ответ да, конечно. Это получается как дополнительная опция, то есть это необязательно. То есть, окей, ты не знаешь, но хорошо, ты фронтенд-разработчик, все ок, но если ты при этом знаешь алгоритмы и структуры данных, то это как бы тебе дополнительный плюс и ты на более высоком уровне. Правильно я тебя понял? Ну, если человек готов двигать зеленые ссылки по экрану, то в целом наверное он сможет это делать и без структур данных. Если он претендует на что-то большее, все очевидно. Окей, спасибо. Раз, раз, раз. Спасибо. Очень интересная штука. У меня в команде был когда-то один очень талантливый разработчик, но главный его плюс был не в том, что он очень талантливый разработчик, а то, что его уже с вертолета сбросить в любую команду и сразу все начинают нормально общаться, хорошо, пропадают конфликты. Ну вот как-то он как смазывал общение во всем. Ну и есть такие люди, которые налаживают общение в коллективе. А вот эта структура интервью, где вот эта вот вещь, которая отвечает за то, чтобы не упустить таких? Я говорил о том, что у нас четыре секции и написание кода это, наверное, больше, чем одна секция, но тем не менее есть еще менеджерская секция, где мы пообщаемся с человеком, что называется, за жизнь. Поговорим о том, как он в принципе смотрит на мир, расскажем, как мы смотрим на мир и постараемся понять, подходим ли мы друг к другу. Ну то есть это тоже важно, действительно, и на это тоже стоит обращать внимание. Спасибо за интересный доклад. У меня два вопроса появилось. Вот вернемся опять к интервью и к той фазе, где человек пишет на доске маркером. Вот такой у меня вопрос возник. А каковы критерии как бы прохождения, критерии успеха? Потому что понятно, что более-менее опытный, скажем так, разработчик, наверное, в состоянии решить те задачи, которые перед ним ставятся. Но вопрос в том, как он их решит. Опять же, возвращаясь к алгоритмам, использует он их или нет, использует ли он какие-то средства языка или нет. Вот на что вы обращаете внимание? Прямо сейчас у нас к каждой задаче, которую мы задаем, заранее определены критерии. Мы имеем некоторое ожидание, как ее должен решить начинающий разработчик, которого мы возьмем на летнюю стажировку, и как ее должен решить какой-нибудь синий условный. то есть, то есть, да, вот все правильно, как и прозвучало, мы обратим внимание, какими подходами он пользуется, какая сложность решения получилась на выходе. Мы, если сложность получилась высокая, спросим, как он ее оценивает, может ли он упростить и так далее. То есть, все так. Хорошо. И второй вопрос у меня вот по поводу ротации. Ну, понятно, что вещь полезная, нужная, но вы как компания, Яндекс решаете, наверное, все-таки какие-то бизнес-задачи, у вас есть какие-то сроки, и все-таки в среднем, когда происходит ротация, производительность команды немножко подседает. Вот нет такого? И как бы можно ли с этим мириться? Если действительно хочется, чтобы люди все время как бы из команды в команду переходили и делились знаниями. Тут есть такой замечательный момент, что ничто не стоит на месте, и зачастую какие-то проекты доходят до точки, когда их уже не нужно двигать сильно вперед, они переходят в поддержку, и тогда можно передвинуть людей. Какие-то проекты, наоборот, только запускаются, на них нужно накинуться большой командой, и бизнесу важно, чтобы вот это запустилось быстрее. Поэтому вот эта ротация, она не просто там, мы не смотрим ни на какие бизнес-задачи, давайте просто возьмем и вот сегодня всех перетусуем. Мы стараемся это совмещать. То есть в основном ротация между такими командами происходит? Нет такого, что две команды на ходу, и вот внезапно человек сказал, я вот хочу еще тут поработать, его прям перекинули. Если человек сказал, я или пойду в соседнюю команду, или просто уволюсь, ну тоже для бизнеса выгоднее, чтобы он пошел в соседнюю команду. Хорошо, спасибо. Вов, давайте, наверное, следующие вопросы в кулуары выбирай, и следующий докладчик. Ну, тут был ангажированный вопрос про палец, я не могу прямо не посчитать его самым веселым. Спасибо, ребята. Может, никто не понял, и все не считают его веселым. Ну, это же проблема всех, а не меня. Окей, хорошо. Спасибо, Владимиру. Палец.